Традиционно перед сессией городского собрания Сочи проводится заседание комитетов. Детально рассматриваются вопросы, которые потом вынесут на обсуждение депутатского корпуса. Сегодня члены комитета по бюджету заслушали отчет о доходной части бюджета за 8 месяцев. В этом году планируется собрать в муниципальную казну большую сумму, чем планировали в начале 2017 года. Это 6 миллиардов 932 миллиона рублей. Рассмотрели вопрос об изменении земельного налога, что может привести к увеличению бюджета на 550 миллионов рублей. Сейчас пришло время внимательно разобраться, чтобы мы не обидели наших жителей города. Очень большая, кропотливая работа. В этой работе затронут экономический блок администрации города, депутаты. Я думаю, что даже население будет затронуто, потому что нам нужно советоваться налоговая инспекция. Вопрос довольно-таки непростой. В связи с разной кадастровой стоимостью земли и где-то ее уменьшением будут пересмотрены все налоговые ставки и льготы. Это не значит, что налог повысится. В некоторых случаях для физических лиц он может даже уменьшиться. Депутаты предметно будут работать с каждым видом земельного участка, поскольку 50-60% всех налогоплательщиков пользуются значимыми льготами. Пониженные ставки или льготы должны поступать адресно и нести, наверное, себе какой-то стимул для развития, для поддержания какой-то деятельности, жизни деятельности и так далее, а не просто так раздаваться. Комичная ситуация для бюджета, когда сумма льгот превышает сами преступления. Такого быть не должно. А на заседании комитета по вопросам спорта, делам молодежи и средствам массовой информации заслушали отчет о работе летом площадок нашего двора. Их в Сочи было 145. Особенность нынешних каникул – наставничество. Ребята не только отдыхали вблизи домов, но и посетили различные учреждения города. В следующем году по предложению председателя комитета Анжелы Селюковой планируется для работы с юными сочинцами больше задействовать студентов сочинских вузов. Естественно, мы будем стимулировать еще и походами в аквапарки. Вы знаете, что у нас есть возможность. Это понятное дело. И поэтому у нас все эти площадки летние проходят на ура. Действительно, все довольны. Я могу лично сказать, что все площадки, даже иногородние, просятся, ну, будьте помогите, ну, можно попасть. Намерены поддержать депутаты изменения в муниципальную программу развития физической культуры и спорта, которая была утверждена народными избранниками на июльской сессии. Другими словами, проголосовать за перераспределение средств – это около 8 миллионов рублей. Их теперь планируют направить на ремонт спортшколы номер 5, на строительство новых спортзалов и на проектирование муниципального футбольного поля.